Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских продолжает знакомиться с работой министерств. Так, глава региона провёл рабочие встречи с руководителями отраслей промышленности, сельского хозяйства и энергетики. С исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Дмитрием Вавилиным обсудили прогнозы развития экономики. В обрабатывающем производстве занято 84 тысячи ульяновцев. По итогам двух месяцев этого года индекс промышленного производства составил 105 процентов, когда как средний индекс по России – 97 процентов. Регион поднялся на третье место в ПФО по темпам роста промышленности. От работы, эффективной работы промышленности зависит и налоговые поступления в региональные бюджеты. Сегодня от обрабатывающих производств вы абсолютно правильно отметили. Порядка 22 миллиардов рублей поступает налоговое отчисление. По итогам прошлого года объём инвестиций составил 80 миллиардов рублей. Цель этого года – привлечь в экономику региона 85 миллиардов рублей. Исполняющий обязанности министр агропромышленного комплекса Михаил Семёнкин доложил о развитии сельского хозяйства. Объём производства составляет 135 миллиардов рублей. Это почти 20 процентов валового регионального продукта. Сельскохозяйственные товаропроизводительные сегодня представлены у нас с вами. Это порядка 336 – это сельскохозяйственные организации и 609 – крестьянско-фермерских хозяйств. Порядка 261 тысяча – это личные подсобные хозяйства. Ульяновские аграрии завершают подготовку к весеннеполевым работам. Пассивная стартует уже на следующей неделе в южных районах области. С исполняющим обязанности министра энергетики ЖКХ и горсреды Алексей Русских обсудил проблемы с водой и теплоснабжением. Отведена такая очень важная роль – навести здесь порядок, чтобы население, жители не критиковали. Власть, руководство области, региона, города действительно осознавали, что о них заботятся, что о них думают. Министерством подготовлен план работ по подключению населенных пунктов к газу, а также ремонту систем коммуникаций. На жилищно-коммунальную отрасль в этом году выделено около 3 миллиардов рублей. По программе «Оздравление Волги» до 2024 года региону будут выделены федеральные субсидии в размере 5 миллиардов рублей. Анна Тищенко, Улправда ТВ.